библия говорит алексей алексеевич вопрос насущный в такое время очень суетливо сегодняшний как наиболее эффективно совмещать служение богу и работу чтобы наилучшим образом полноценно угождать христу хороший вопрос и он касается реалий христианской жизни которую мы видим в разных гранях на протяжении всей истории христианства нужно отметить что подавляющее большинство людей в церкви иисуса христа они как раз относятся к вот этой категории что они работают обеспечивая себя где-то или на предприятии своим бизнесом занимаются и служат богу если мы посмотрим количество освобожденных служителей исторически то их всегда было меньше пяти процентов может быть еще меньше вот если посмотреть у нас церковь тысячу сто тысяча двести членов и у нас но не знаю сколько может быть чуть больше одного процента людей которые освобождены причем во всех категориях и пасторы и технички администратор и так далее то есть это это значит значит если взять 20 человек допустим из не помню точно если 20 человек из 1200 это значит 1180 относятся к этой категории в принципе даже если мы посмотрим на на сущность того какая задача стоит у служителей то служители имеют повеление от господа снаряжать других к служению то есть они не сами осуществляют служение а мы помогаем другим служить богу поэтому подавляющее большинство людей относятся именно к этой категории теперь когда мы посмотрим что же христос ожидает от таких людей здесь есть несколько очень важных принципов наверно самый главный принцип который касается абсолютно всех любой человек он должен жить тем что сказал апостол павел я все почитаю за сон ради превосходства познания христа иисуса господа моего то есть самое первое что море нужно и что можно делать каждому человеку причем независимо даже даже если ты работаешь в церкви я встречал людей которые даже работая в церкви недвижимы христом то есть вот ты будешь подходить к своей жизни так что ценности христа будут для тебя руководящим принципом во всех аспектах твоей жизни что это значит на практике но вот посмотри для чего мы работаем чтобы обеспечить себя и свою семью и это то что христос повелевает христос повелевает нам любить любить всех людей конечно но о некоторых людях он дал нам особую ответственность у тебя и жена и дети и я конечно же люблю всех людей в церкви включая твою семью но господь не дал мне ответственности чтобы я обеспечивал и хлебом насущным а тебе дал и по этой причине ты любя их ты должен обеспечить а для этого ты должен работать поделиться ты должен найти работу которая была бы эффективна то есть это твое послушание христу то есть когда мы работаем это не какая-то дихотомия где мы вот здесь для господа здесь уже морская плотская вот что-то такое здесь земное не это мое служение христу потому что он дал мне ответственность за мою семью и даже за самого себя я должен обеспечить себя всем необходимым помнишь написано фестал никитсом 4 глава чтобы мы там люди которые не работали он говорит вам нужно учиться обеспечивать себя и чтобы было еще удивить нуждающимся то есть это прямое повеление господне то есть когда мы говорим о работе это должно быть движима нашим служением христу но в то же самое время если ты движим служением желанием служить христу то тогда ты будешь искать такую работу которая бы в максимальной степени позволяла тебе быть эффективным для христа не только в зарабатывание денег но еще и в том чтобы направить своих свою жену и своих детей к иисусу христу это значит чтобы у тебя было время чтобы ты с ними мог провести это первое второе чтобы у тебя было время чтобы ты вместе с ними шел в церковь потому что церковь важна для христа чтобы ты вместе с ними служил в церкви то есть вот здесь вот этот баланс и он находится этот баланс только или ты его точнее будешь делать настолько насколько ты живешь сколько ты движим желанием угодить христу и достигать того что христос хочет это точно так как ты делаешь любое другое дело ты строишь дом и ты понимаешь что тебе ты поднимаешь стены и тебе нужно на определенном этапе проложить трубы внутренние или проложить электропроводку то есть ты не можешь ты пошел пошел стены штукатурку закрасить не нет тебе нужно остановить этот процесс и положить туда трубы почему потому что так будет здание правильно вот почему здесь ты служишь церковь но тебе нужно для того чтобы ты жил дальше пойти поработать и вот ты движим общим пониманием ценности всего вот точно так когда ты движим пониманием ценности христа в твоей жизни ты будешь видеть окей здесь немножко нужно сюда больше время здесь нужно сюда больше время когда ты будешь выбирать работу ты будешь выбирать такую которая максимальной степени будет позволять тебе быть в церкви быть со своими детьми участвовать в каком-то служении то есть вот это корень всего спасибо алексей алексеевич друзья дорогие огромное вам благодарность за ваши вопросы за ваши добрые комментарии которые оставляете и конечно за вашу материальную поддержку благодаря таким людям как вы мы сегодня можем трудиться писать записывать и распространять еще более широко божью истину если вы еще не подписались подпишитесь нажмите на колокольчик чтобы не пропустить один новый выпуск на сегодня все благослови вас господь и и и и и и